Но в 2023 году рассуждать об этом, оставлять еще какое-то пространство для маневра, я как будто, как я с собой-то потом буду жить, когда я понимаю, что я закрывала глаза, там, условно, и... Мы не говорим же про себя, мы же не говорим про то, что хороводить с хороводом с этими людьми, или, там, не приведи богу, дружить. Как мне казалось, мы говорим о том, что все мы хотим когда-то снова жить в России, в нормальной стране, которая не без каких-то перспектив, как сейчас, а у которой есть перспективы. И это надо как-то разруливать. И я жду решений от самой влиятельной, популярной политической организации, как мне казалось, ФБК, ну, если мы не берем вот тех, кто сейчас изображает из себя власть в России, вот, я как бы жду решений от них. От них я слышу только жесткие высказывания, там, какие-то срачи в Твиттере, расследования интересные, тут никаких вопросов, вот. Ну, в основном, срачи в Твиттере, Жданова, который, как бы, орет на оппонента, не называет его жирной тварью. И я не понимаю, как это приближает прекрасную Россию будущего. Ты объяснила, что мы приближаем Россию будущую, наша цель свергнуть Путина. Окей, это, ну, как бы, это хотя бы звучит логично. Но это звучит тупиково, потому что хочется помимо этого, как бы, фланга программы, иметь еще фланг, что будет после, конкретно, структурно. Потому что даже если представить себе в каком-то сне, то, что вот сейчас Путин падает, то следующие сны кошмарные. И вот я хотел бы, как бы, от людей, которые в политике работают, и которым я, там, теоретически мог бы доверить свой голос, услышать какие-то вот примерные, такой-то шаг или такой-то шаг. Но и для тебя есть готовый президент. Он сейчас сидит в тюрьме вместе с бездомным и сумасшедшим, который воет, наверное, прямо в эту минуту. У меня для тебя есть готовый президент, который сможет предложить тебе все, что угодно.